Почему ты принял ислам? Я последние полтора месяца живу в капсульном отеле. Мы лежим с девочкой такие под одеялом, голенькие. Как вообще снимаются эротические сцены? Все в натураху. Ты ее можешь вообще проглотить, можешь выполнить, не суть. А ты как? Я живу на деньги жены и вообще не понимаю, что происходит. У тебя кличка Болт. Это правда? Я говорю, где счастье в этой профессии? Он такой лежит просто и не может, у него слезы, он от смеха умирает. Друзья, скоро Новый год и у нас для вас офигенные подарки. Мы разыгрываем 1 миллион рублей. Он будет распределяться между 5 победителями. Первое место получит 500 тысяч рублей. Второе – 300 тысяч рублей. Третье – 100 тысяч рублей. И четвертое и пятое место получат по 50 тысяч рублей. Что нужно сделать для того, чтобы выиграть эти призы? Первое. Нужно приобрести любую абсолютно вещь в сети Косенко Ритейл Групп. Что угодно. Одну вещь у вас должен быть чек. Второе. Нужно выложить у себя в Инстаграме фотографию с этой вещью. И подписать снизу «Я участвую в розыгрыше 1 миллиона рублей». Хэштег «Подарок от Косенко». Третье. Нужно быть подписанным на мой Инстаграм и на мой канал на Ютюбе. 13 января в Старый Новый год мы проведем розыгрыш. Это будет прямая трансляция, в которой мы выберем случайным образом 5 победителей. Приобретайте подарки на Новый год уже сейчас. Не ждите 31 декабря и вам улыбнется удача. Я верю, что именно ты станешь победителем. До встречи 13 января. Сегодня у нас в гостях или мы в гостях, я всегда не знаю, как правильно. Сережа Романович – это 25-летний актер, который за свои 25 лет снялся, если я не ошибаюсь, в 25 кинолентах. В том числе с Данилом Козловским, с Владимиром Машковым. Он встречался лично с Путиным. За свои 25 лет он успел жениться, развестись и принять ислам. Короче, мне кажется, будет интересно. Я уже чувствую. У меня очень много вопросов. Давай, начнем с твоей актерской карьеры. Твоя первая роль, если я не ошибаюсь, «Ласковый май». Расскажи, как это было. Я вообще с детства увлекался КВНом, постоянно рвался на сцену. И как-то раз у меня мама увидела рекламу по второму каналу, что идет отбор в Новосибирске на проект «Саммит юношеская восьмерка». И там в 8 регионах страны проводятся отборочные туры. И Новосибирск был одним из регионов, где проводился отбор. И она говорит, поедешь? Я говорю, поехали. И в итоге меня туда взяли в Новосибирскую восьмерку. Я не знаю, по какому принципу я туда попал, потому что туда отбирали в основном очень умных ребят эрудированных, каким я не был. У меня отец там расклеивает листовки. Мы пишем, голосуйте за меня. И по всему сибирскому округу, там, в Новосибирске, в Кемерово, в Тесу, или там, где только можно, мы эти листовки расклеили. И в итоге, короче, за меня проголосовало там 62%, и я вошел в состав российской восьмерки. Там знакомлюсь с Лешей Воробьевым. Это сейчас артист, певец, музыкант. И с Екатериной Гечменвальдых, это его агент. И в итоге мы с ними познакомились, обменялись телефонами. Я уехал обратно домой в Томск учиться, доучиваться. Я тогда был в восьмом или девятом классе. И спустя два года мне звонят из проекта «Ласковый май» и говорят, вот у нас был Леша Воробьев на пробах, мы хотим вас попробовать. Можете отправить нам фото или видео, чтобы мы вообще поняли, кто вы такой. Отправляю это все им. И где-то через неделю-две мне перезванивают и говорят, сможете приехать в Москву на пробы. Но мы вам ничего не оплачиваем, просто на свой страх и риск. Если вы готовы, мы вас можем посмотреть. Так я попал на свой первый фильм «Ласковый май», на роль Юры Штанова. Ничего не было понятно, нам просто говорили, вот если вы готовы, мы вас посмотрим. Если нет, мы вам не можем оплачивать, потому что мы можем, мы вас не утвердим. Но мы так сильно верили в это, и вот я говорю, на свой страх и риск летали каждый раз. Ну и в итоге это все окупилось. Расскажи про «Ласковый май». Вот каково это? У тебя не было до этого, ты не учился на актера. Ну я играл в КВН. То есть я с детства во всех мероприятиях, во всех сценках КВН, там, литературно-художественный театр в Томске. Я пытался в каждой бочке быть затычкой и в общем. У меня было четкое понимание. Я, когда посмотрел «Бригаду» с Безруковым, я понял, что я поеду в Москву, снимусь с ним и стану актером. Вспомни первый съемочный день. Ну я волновался, но так как я человек, который в принципе адаптируется быстро к любым условиям, уже спустя какое-то время я там где-то позволял себе расколоться в кадре, то есть там рассмеяться. Меня даже ругали, типа, ты что там творишь, хватит ржать. Но я говорю, привык быстро и вот только первые какие-то съемочные дни были волнительные, но потом я уже адаптировался быстро. Расскажи про Владимира Путина. Каково это было, встретиться с ним лично? Ну мы, во-первых, нас было несколько человек же, то есть там у нас наша делегация была российская и дети из других восьми стран, поэтому мы максимум просто на него, он зашел, там кто-то из наших успел пожать ему руку, мы там, я стоял рядом, посмотрели, все сфотались и все. То есть как таково прямо вот там сесть и говорить, ну Вов, как у тебя дела? Такого у нас не было. Вов, вов, селфи там, историю. То есть такого момента не было, поэтому мы все было дистанцировано, естественно. Я ничего не знал и по-английски не мог даже слово связать. Во-вторых, я понимал, что ну я слишком для этого реально, ну я не достоин, потому что я там все 11 дней просто пинал балду, признавался в любви к какой-то француженке, подарил ей браслет и вот вся сфера моих интересов. Играл в теннис с Лехой и все как бы. Слушай, то есть этот форум, он никакого отношения не имел к актерскому мастерству? Вообще никакого. Это была интеллектуальная какая-то игра? Это был интеллектуальный форум для продвинутых и умных детей. А меня туда взяли, видимо, просто разбаять обстановку, чтобы я выходил там, ой, привет, там танцевал, прыгал. Большинство людей обычно стесняются заговорить на английском языке или ввязаться в такую жесть. Как думаешь, что им сделать, вот как не стесняться? Я не знаю, этот, ну авантюризм, я не знаю, его надо все воспитывать. Это как, я знаю, что всегда меня удивляло, как некоторые люди, они рождаются в одном дворе и там же умирают. И я не понимал, как это возможно, там, какой-то, ну, бабушки, дедушки, еще кто-то, они же кроме своей, там, деревни, там, они ничего не видели, вообще мир не смотрели. И для меня это всегда было удивительным. Поэтому я с детства старался воспитывать, как вот фильм всегда говорит «да». То есть любое предложение, и я на него как бы подписываюсь. И с каждым разом просто все больше жести в моей жизни остановилось, там, туда поехать, туда поехать. Каково было сниматься с Козловским, с Машковым? И как ты думаешь, в чем их секрет? Вот почему они в топе? Бабки, бабки, сука, бабки! Все своеобразные люди, у всех свой внутренний мир. Козловский, он вообще очень такой закрытый человек, и он по большей части всегда сидел один в своем вагончике. Машков, он более такой открытый человек. То есть к нему, там, он постоянно там, приходите ко мне в вагончик, давайте все сидеть, общаться. И он такой весь, ну, нормальный, свойский мужик. Вот он играл моего отца, я когда на него смотрел, у меня прям, вот, он на меня смотрит, молчит, я на него, и у нас такой взгляд у обоих убитый, и мы как будто понимаем друг друга без слов. И он сказал такую фразу, я, говорит, себя на жизнь, типа, ничего не оставил. Вот все, что у меня есть, я, говорит, все в работу. И он вот с таким, я не знаю, то ли сожалением, то ли еще что-то. Знаешь, как констатация факта, типа, я вот, я в этом положении, потому что. Я потом в перерыве между дублями, он стоит с Козловским, а я прям подлетаю, и чуть ли не с агрессией, и говорю, батя! И он такой в шоке, такой испугался, такой, что такое? Я говорю, а счастье где? Прям вот с такой интонацией. Он говорит, в смысле? Вообще не понял, что происходит. Я говорю, где счастье, говорю, в этой профессии? Он такой на меня посмотрел, они с Козловским переглянулись, такие поугарали. И потом он говорит, знаешь, я, как сказал один философ, живу по принципу «хочу, могу, должен». Я хочу этим заниматься, я могу этим заниматься, значит, я должен этим заниматься. Они живут в кино, как бы у них жизнь, возможно, так сказать, ради кино. Они несут вот этот актерский крест, начиная с поэзии, Есенин, Высоцкий. Это же все люди, которые трагично и ушли из жизни, и жили трагично, но при этом выдавали такие вот вещи, которые до сих пор сердца людей трогают. Потому что они вот всю свою душу, они вкладывали в это. Мне важнее, чтобы я был в гармонии с собой, потому что у меня был период, когда я снимался вот так же в пяти проектах. Кино — это высокооплачиваемая профессия, но при этом я не мог сказать, что я себе такой, знаешь, просыпаюсь и чувствую счастливым себя. Нет. Ты говорил в каком-то интервью, что хочешь уйти из кино? Да, да, у меня и мысли эти есть. И уже давно, на протяжении пяти лет я к этому прихожу. Просто я делал это изначально неправильно, пытался уйти резко, но из-за того, что у меня не было никаких знаний абсолютно, я оказался когда-то в моменте, когда у меня не было вообще денег, и я чуть ли бомжом не стал. И я тогда жил с женой, мы жили на ее деньги просто. Она работала веб-дизайнером, и у нас там было какие-то там 3 тысячи приходят в день, и мы такие «Ура, идем в кино!» и мы на это бабло ходили в кино, тратили их, и потом снова так до следующего заказа сидели дома. Ты зарабатывал, потом начал отказываться от ролей. Да, да, да. И у тебя перестали быть деньги. Вот, это в 20 лет было. У меня был один проект, после которого была просто жесткая депрессуха, наверное, самая сильная в моей жизни. Это был проект «Бонус». Я уже был на тот момент женат, я прихожу на пробу и говорю, слушайте, у вас постельные сцены в кино, там они и в воде сексом занимаются, и потом еще где-то. Я говорю, а я как бы в кадре, ну, не хочу это делать, там, целоваться, интим играть и так далее. Я говорю, может, я сразу пойду, говорю, чтобы время не тратить. Они мне говорят, нет, останься, давай, наша задача попробовать, там, а если что, потом подворуем камеру, так, дублера найдем. Я им поверил на тот момент, я говорю, окей. И 3 месяца я положил на этот проект. Меня в итоге утверждают, я прихожу на встречу с продюсером, и мне начинают сначала говорить, что вот, ТНТ, сила, мощь, ты там станешь артистом номер один, этот тебя в топ выведет, бла-бла-бла. И потом под конец такую фразу говорит, которая меня просто, она меня в мозг взорвала. Он говорит, слушай, я, говорит, слышал, у тебя какие-то нюансы есть. Я же объяснял, говорю, 3 месяца назад, что я в кадре, говорю, не целуюсь, этого не делаю. Я говорю, за что сейчас происходит? Он такой, ну, ты понимаешь, это же история Ромео Джульетта. Деньги не вопрос, типа, вот, что хочешь, мы там любую ставку. Я говорю, да-да, хорошо, я обещаю подумать. Возвращаюсь домой, я на тот момент перечитывал книгу одну, и там такие слова, не уподобляйтесь людям невежества, не продавайте свою религию за ничтоженную цену. И я такой сижу просто вот так в шоке, я закрываю, приезжаю и пишу ему смысл, что я не буду сниматься. Понимаешь, я уже думал, что я на Доджи Челленджере буду такой... Просто подъезжать к дому и так далее, растекать с женой. Сколько тебе предлагали денег взять? Слушай, ну, любая ставка была, понимаешь, любая. У меня сейчас, например, в кино идет 100 тысяч за съемочный день. Соответственно, когда вот на тот момент мне предлагали, то есть я мог любую сумму назвать, это могло быть там 100, 150, 200 и так далее. Это как минимум 50-60 съемочных дней, то есть, ну, как бы денег нормально было бы. Когда я отказался, я понял, что, а что делать-то? У меня нет денег вообще, я живу на деньги жены, и вообще не понимаю, что происходит. И мы тогда с ней пошли в кино на фильм «Невероятная жизнь» Уолтера Мити. Я так рыдал на этом фильме, я даже не понял, почему. Я думаю, господи, неужели я такой тупой, что я вообще ничего не могу, кроме как актерства? Неужели я ничего больше не умею? Мы собираем все вещи, сдаем хату, в которой жили. То есть ты отказываешься от съемок? Да. И уезжаешь в Томск? И уезжаю в Томск. Перед тем, как уехать в Томск, я пробовался в один проект, «Коробка» назывался, там про футбол история. Я приезжаю в Томск и думаю, что делать? Надо жить, начинать как-то вообще с нуля, потому что я ничего не знаю, ничего не умею. И прихожу к другу, к Шамилю, и смотрю, как они смотрят Энтони Робинса дома. И я такой, что это за тип? И они такие, это Энтони Робинс, это вообще, посмотри, какая энергетика. Я смотрю, думаю, блин, реально крутой мужик. И я читал, наверное, каждый день, часов по шесть, по пять, просто конспектируя все это в тетрадь. Я никогда в жизни столько не читал, потому что у меня был ядерный запрос. Надо как-то вылазить из задницы, в которой я оказался. И я сидел просто, залипал в этих книгах. И на тот момент это, можно сказать, меня снова вернуло к жизни. Мы с другом там поставили какие-то цели. И спустя четыре месяца мне звонят из фильма «Коробка», пишут письмо и говорят, слушай, так и так мы тебя утверждаем на роль. А там тоже была любовная сцена. Я говорю, я там в кадре не целуюсь, у вас любовная сцена. Она мне пишет, мы уберем. Я думаю, блин. Я говорю, я в Москве не живу, у меня там негде жить. Я говорю, хаты нету. Она такая, мы снимем. Я думаю, блин, ну все уже сделали. Блин, это убрали, хату сняли. Я думаю, ладно, я поеду. И в итоге я, короче, опять собрал вещи, и мы вернулись в Москву. И после вот как раз я начал сниматься в «Коробке». Там у меня пошел проект Ольга, экипаж и Чернобыль. Вот я вернулся в Москву, потом пошел на коучинг. УБМ, в бизнес-молодости коучинг проходил. Открывал там курсы по саморазвитию. А, нет, господи, по раскрепощению. И я тогда сделал 160 тысяч где-то за месяц. Просто набрал людей по 15 тысяч, там, что, зарплату раздал. И, короче, курсы эти провел. Но мне потом надоело, потому что приходилось слишком много энергии отдавать людям и кривляться. Я оставил эти курсы, но продолжил вот как раз вот этот весь поиск там в бизнесе, в предпринимательстве. Изучать все эти темы, читать паблики, там, смотреть какие-то видео. Моя жизнь наполнилась чем-то новым помимо кино. Ты рассказывала, мне так интересно стало, я думаю, не только мне. Как вообще снимаются эротические сцены? Я вот в детстве, мамой или кто-то говорили мне, что там скотч какой-то лепит. Ничего этого нет, просто все в натураху. И, конечно, изначально это очень дискомфортно. Тебе неловко, как-то думаешь, ну все это неправильно, что ли. А потом, знаешь, это как, ну ты в разгон пошел, уже плевать. У нас был проект Чернобыль. И у нас были съемки в Лос-Анджелесе. И там момент, когда я должен играть сцену после секса. Типа мы лежим с девочкой, такие под одеялом, голенькие и что-то обсуждаем. У меня вообще на последних проектах, на всех сценах дублеры. То есть моей партнерше приходилось каждый раз целоваться не со мной, а вообще с дневным человеком, с дублером. У меня сексуальный дублер, так сказать. Который, мне кажется, счастлив от этой должности. И, короче, у нас эта сцена, когда снимают девочку кадр на дублера, его плечо, там парень похожий на меня прям, и ее лицо. А когда снимают меня, взяли, короче, пацана худого, надели на него парик, положили и через его волосы снимали. А у меня там текст, ну что, повторим, типа. А он такой лежит просто и не может, у него слезы, он от смеха умирает. И вся площадка, потому что я с пацаном в парике играю эту сцену после секса. Слушай, а расскажи еще, вот мне интересно, сцены с кровью, когда там хлещет изо рта кровь. Капсулы. Либо человеку наливают кровь, если проект подороже, капсулу дают, он в нужный момент ее прокусывает, у него кровище. То есть это такая, какая-то, знаешь, вишневая сладенькая такая штучка, ты ее можешь вообще проглотить, можешь выполнить, не суть. А ты как, ты ее проглотываешь? Я сплевываю. Два куплета, бритчи, два припева. Месяц назад я и не знал, как делается это дело, но уже и это надоело, что же дальше обведут мое тело мелом? Самые тяжелые сцены для тебя? Самые тяжелые сцены это, где надо смеяться, играть позитив. Это сложно всегда. Отыгрывать, как тебе радостно и весело. Плакать проще, чем смеяться всегда. Вот у артистов так, у всех есть такое поверье. Слушай, ну я тебя не буду просить смеяться, а вот поплакать. Так уж тебе заплакал. Сможешь? Ну вот я сейчас уже начинаю набирать, у меня постепенно слезятся глаза. Надо подумать о чем-то грустном, о жизни своей. Давай я тоже попробую, давай быстрее. Давай вместе, да. Можешь что-то грустное говорить или музыку включить грустное. Сейчас, подожди, я вспомню. Давай представь, что свитер с оленями не купили. Сейчас крупняк взять, видно, что у меня пошла слеза. Я могу больше это делать и, соответственно, каждый раз это набирается, набирается. И ты приходишь к состоянию, когда уже практически готов зарыдать. Вот. Сейчас видно, крупняки есть? Да. Я ее смахнул. Подожди, как это происходит? Я просто думаю о чем-то, что меня трогает. О чем ты сейчас думал? О детях подумал. У кого-то есть дети, а у меня нет. Вот. И вот это единственное сейчас. Даже я над этим плачу в кино. Я вот смотрю фильм, когда кто-то умирает, мне не так. Как только показывают, знаешь, семья, счастье, он с ребеночком. Я сразу только сижу, мне прям охота заныть. Раньше представлял, как, я не знаю, кого-то я кинул, обидел девочку и так далее. Назови трех самых крутых актеров. Том Харди, Кристин Белл и Дэниел Дэ Льюис. Три русских. Три русских, Безруков, Машков. Но из таких, кто хороший, мне нравится тоже Петя Федоров. Ты говорил, ставка 100 тысяч рублей у тебя сейчас в день, да? Как она менялась? Вот за «Ласковый май» сколько ты получал? 4 тысячи в день. В 25 раз ты круче ставил. Да, да, да. Да, я был 4 тысячи в день и на эти деньги мы, помню, купили маме машину. Я отдал эти практически все деньги ей. Там 30 съемочных дней было. 120 тысяч рублей ты заработал на «Ласковый май». Да, я в 30, да. А сколько «Ласковый май» заработал денег? Больше, я думаю. На мне просто меня поимели. Зато это была первая роль, нормально. Не, конечно, я вообще тогда не считал деньги, мне было плевать, сколько заплатят. А сейчас кто самый дорогой в России? Ну, Хабенский, наверное. Безруков, Машков, вот они у них там где-то по полляма, наверное, в день. 500 тысяч в день они заработали? Примерно. Ну, вот Безруков, например, вообще просил миллион долларов за «Бригаду вторую». Ему не дали, естественно. А, и там, я помню, вставили какого-то другого. Нет, на «Хромаке» его компьютерной графикой сделали вообще. А как думаешь, 250 тебе когда начнут платить? Каждый проект ты повышаешь ставку, потому что у тебя медийность растет. И с каждым новым успешным фильмом ты можешь повысить ставку как минимум на 20-30. Когда ты понял, что ты знаменит? Я не знаю, я об этом не задумывался. Типа, я такой, вот, я на этот день настал. Но вот обычно, когда я куда-то хожу, просто каждый день где-то кто-то подходит. Ну, это как показатель, видимо. Но после какого фильма это было? После «Чернобыля», вот первого сезона. Когда он закончился? Он в 2014 году был, вышел. И вот сейчас второй сезон вышел. А какой-нибудь спойлер сделаешь по второму сезону «Чернобыля»? Так меня потом накроют. Что там ждать, жаришки ждать? Мы снимали все в Лос-Анджелесе, весь сезон второй. Я считаю, это вот в России такого не было. Прям реально мы взяли планку, и уровень очень крутой. И картинка, если потом посмотреть, начиная уже вот с третьей, четвертой, пятой серии, она, ну, реально голливудская. Там, ну, прям бешено. Выглядит очень круто. У тебя в Инстаграме появилось видео по поводу драки с фанатами. Да. Скажи, это правда? Ну, а как ты думаешь? Нет. Почему? Нет, есть реально разные люди, неадекватные. Ко мне подходит иногда человек в вообще неадекватном состоянии, там, будучи пьяным, и такой, «А, братан, ну че, давай сфоткаемся, ну ты же братишка, там, то и сё. А че там будет, а где, как?» И, в общем, это все напрягает. «Давайте успокоимся, вы идите по своим делам, мы по своим, пошли, братан». Поэтому, ну вот, реально или нет, спроси у Анвара, которому дали в нос. Это хайп, ребят. Это хайп, это совпадение. Совпадение? Не думаю. Люди иногда порой есть, ну, абсолютно не в Минько. Это как клип у Тимати есть, «Последние демоны», где с ним прям в туалете фотоются, и он такой, бах, там об стену башкой. Давай сфотографируемся. Я ехал как-то в Томске в автобусе, и сидит девочка такая, и типа она думает, что она самая беспалевная, такая, знаешь, вот так прямо. А я специально отворачиваюсь, так руку ставлю, и мы издеваемся над ней, типа не увидишь мое лицо. Ты говоришь, хочешь уйти из кино, а как же «Оскар»? Ну, сейчас нет, нет таких мыслей, но есть. Вот я когда в детстве, было мне там лет 10-11, у меня было железное убеждение, я знал, что если я поеду в Москву, я знал, что стану актером. И вот точно такое же убеждение есть, что если я поеду в Америку, я возьму «Оскар». А серьезно, почему ты принял славу? Я был в Зашоре в поисках счастья, и потом как-то однажды, пообщавшись с одной девочкой, она меня надоумила и сказала такую фразу. Она говорит, слушай, ты знаешь, улыбайся, ведь улыбка, она должна быть в сердце, типа, почему ты грустишь? И я подумал, блин, реально, почему я грущу? Ведь жизнь одна, надо получать от нее все. На три месяца чуть-чуть закутил, потом пришел в себя, понял, что я делаю какую-то вообще полную дичь, и мне это не доставляет никакого удовольствия, не делает меня счастливым. И потом как-то однажды я приезжаю домой в Томск, опять-таки к Шамиле, у меня все судьбоносные вещи, там Энтони Робинс, там еще что-то происходит у него дома. И я прихожу, и мы с его братом старшим начинаем спор на тему религии. И просто на пять часов у нас начинается, просто мы орем друг на друга. Бог в душе, типа, зачем там, ааа, хватит меня там в чем-то убеждать. Но меня бесило, что меня пытаются в чем-то убедить. По прошествии пяти часов я запомнил только два аргумента, которые меня заставили пойти купить корану. Он говорит, во-первых, как ты говоришь о чем-либо, не имея знаний? Это как если бы ты сейчас пришел в автосервис и начал людям говорить, слушайте, вы неправильно тачку собираете, чуваки, вообще все не так. Вот смотрите, как надо. И они бы сказали, ты вообще знаешь, о чем ты говоришь? Ты кто такой? Иди отсюда. И потом он сказал, что если ты в душе веришь, как это у тебя в теле проявляется? Вот ты, говорит, любишь там профессию? Или любишь ты там свою маму, или девушку, или жену? Ты там ей цветы купишь, ты ей напишешь приятные слова, ты скажешь, что ты ее любишь, ты что-то для нее сделаешь своим телом. Как у тебя, говорит, твоя вера проявляется в теле? И поэтому я пошел, начал читать, изучать, потому что в этом смысле у меня никаких стереотипов не было и предвзятого отношения к вещам не было. Я в этом смысле человек разума и всегда подхожу рационально ко всем вопросам. Взял Библию, Коран, Библию, чтобы сверяться, думал, вдруг меня там сейчас завербуют куда-нибудь. И вот, я начал читать Коран, и где-то уже спустя, наверное, полтора или два месяца я ислам принял. А как родители отреагировали? В шоке были. Я еще просто неправильно это все делал, я оставил их перед фактом тупо. У меня родители сидят, я говорю, так, короче, я читаю, там, Коран, мама такая вообще в шоке. Потом, в общем, я принял ислам. В общем, я пошел там, сделал это. И просто для них каждая моя новость, это как снег на голову. Мам, папа, у меня намаз. Типа того, да. А что у тебя в жизни изменилось после этого? Трезвость, ума, нет больше вопросов, типа, как, почему, там, за что мне это, знаешь, образом. То есть есть четкое понимание, если плохо, я знаю, почему плохо, если хорошо, я знаю, почему хорошо. В одном из интервью ты говорил, что ты чувствуешь в себе актера, что тебе нравится быть актером, но при этом ты идешь на жертву из-за ислама, из-за своей религии, идешь на жертву, понимаешь, что тебе будет хуже, ты будешь страдать, и ты откажешься от кино. Ты думаешь, что это правильно? Да, когда вот я верю в Бога, я понимаю, что Бог умнее меня, естественно, и он знает лучше о людях и о том, как сделать так, чтобы человек, его сердце было, ну, как бы в гармонии и в спокойствии, чем я сам о себе. Поэтому в этом смысле это как, я доверяюсь. Как ты видишь свою жизнь в ближайший год, если не сниматься в кино? Продавать свитера с оленями. Это все в жизни. Я одеждой занимался, на этом какие-то деньги заработал, и плюс реклам... Да, уже не занимаешься? Ну, занимаюсь до сих пор, но просто как бы не уверен, что буду продолжать. Вот. И плюс у меня с рекламы приходят деньги периодически. Я развиваю Инстаграм ради этого, и мне приходят какие-то рекламные запросы, плюс меня иногда приглашают куда-то, как в роли спикера, там, как актера куда-то приехать, к детям или еще выступить, тоже платить за это деньги. А сколько тебе надо денег в месяц? Даже если у меня там 50 тысяч, допустим, в месяц есть, я себя нормально чувствую вообще, мне плевать. Чтоб ты понимал, сейчас я последние полтора месяца живу в капсульном отеле на Таганке, это как хостел вообще, капсула такая у меня, большая капсула, и там 12 капсул еще. Но вот сейчас я прихожу к тому, что надо, я хочу снять какую-то квартиру, и вот сегодня я забронировал вообще в Королеве, чтоб ты понимал, на R&B&B круглый дом, там семья живет, у которых круглый дом в виде шара. Ой, так я их знаю. Знаешь их? Да. Я еду к ним сегодня. Дима, с Наташей. Сижу и Шамилю скидываю, братан, смотри, загородный дом типа, он говорит, там же семья, я говорю, да какая разница, я уже в капсуле жил, говорю, мне уже ничего не страшно, реально. Я когда встречаюсь с ребятами, вот там разные вайнеры или еще кто-то, блогеры, они говорят, где ты живешь? Я говорю, в капсуле. Они такие не понимают, они говорят, блин, ты же актер, тебя показывают по телевизору, почему ты живешь в хостеле типа. Сколько у тебя сейчас денег вообще? Сейчас, ну вот последний раз было 400, потом я купил айфон и естественно стало меньше. То есть у тебя сейчас 300 тысяч есть, например? И когда ближайшие поступления денег? Не знаю. На меня в свое время выходили Билайн, там вообще должны были полтора миллиона заплатить за рекламу, но в итоге они этот проект заморозили. То есть на рекламу платят очень много прям, если ты еще как актер там выступаешь, уже известный, то там цены большие. Минимум там 500, лям, два и так далее. То есть рекламные проекты всегда очень дорогие. Ты понимаешь, что сейчас деньги начнут заканчиваться? У меня уже был период, когда у меня осталось на карте 90 тысяч. Да. И я сидел, думал так, 90 кусков, я в капсуле, что делать? И в итоге у меня, я начинаю там делать рекламу, и у меня женщина заказывает 21 костюм, и в один день переводит мне 200 тысяч сразу. 21 костюм одежды, которую ты производишь? Да, да, да. У меня костюм 8500, себестоимость там 2,5-3. И она просто в один день оплачивает мне сразу там 200 кусков кидает, я такой, о, нормально привалило. И все, я начал костюмы эти сейчас сделать ей. Расскажи про бизнес этот, про одежду. Да. Насколько ты им планируешь заниматься? Сейчас не уверен уже. Не уверен. Посмотрел разные видосы, подумал о жизни, и понимаю, что это, ну, возможно, у меня нет в этом, типа, какого-то видения, миссии, там, сделать людей счастливее с помощью своей одежды, чтобы каждый желающий мог купить, там, да, образно, как у всех, у всех великих людей, там, Генри Форд, я не знаю, Стив Джобс и так далее. Ну что, ребят, вы помните, мы разыгрывали с Гришей Аветовым билет, VIP-билет на форум Synergy Global Forum, который состоится 27-28 ноября в Москве. Стоимость билета 150 тысяч рублей, и я прямо сейчас выберу победителя случайным способом. Вот, смотрите, я тут уже изучил немножко, как это делается. Делаю ссылку на на видео. Здесь набралось 1172 комментария. Вот, видите, всякие разные комментарии, Аветов Крутой, Арнольд Шварценеггер и так далее. И вот здесь есть такая программка, называется ultragenerator.com Вот, можно выбрать вот так вот, мы выбираем, нажимаем генерировать, вот, смотрите, сейчас будет победитель, йоу. Барабанная дробь. Игорь Дарча, форум будет сильный. Уважаемый Игорь Дарча, я тебя поздравляю, увидимся на Синеджи Глоба форуме, Гриша тебе подарит билет, может быть, я успею прилететь в Москву, я сейчас во Вьетнаме пока, но с удовольствием с тобой встречусь. Еще раз поздравляю, ты красавчик. Да, ребят, еще специальное объявление. У нас есть такой парень, его зовут Антон Вальтер, и он написал, если выиграю ВИП-билет, набью на груди татуировку Аветовой Косенко и названием форума. Антон, я тут поговорил с Гришей, и он согласился, если ты приедешь на форум с этими татухами на груди, то будет тебе ВИП-билет. Вот, но только, либо ты вначале покажи, и сразу будет ВИП-билет, либо прямо на форум приезжай с такими татуировками. Все сделаем, топи для тебя, special for you, как говорится. Вот, так что у нас целых два победителя, один реальный, а второй потенциальный. Я абсолютно не мега-дизайнер, и делаю это просто ради бабла. Расскажи про личную жизнь. Ты женился, а потом развелся. Как это было? Почему ты развелся? И почему ты женился? Женился, я тогда ислам принял, и познакомился с девочкой, и просто не хотел, чтобы отношения заходили в какие-то мутки. А отношения, я считаю, это как ты должен, ну, я не знаю, как ты бизнес развиваешь, как ты в спорте показатели растут. То же самое отношение. Ты встречаешься, брак, семья, дети. Раньше, например, люди, когда видели женщину, они ее чуть ли не боготворили. Они видели, видели в ней жену, они посвящали ей стихи, они хотели быть для нее рыцарем, и говорили, вот, там, я хочу быть твоим, там, я не знаю, рыцарем, я хочу, чтобы ты была моей женой, я хочу, там, от тебя детей. А сейчас это, я хочу от тебя муток. Поехали ко мне на хазу, типа, соответственно, Это дико, Да, 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 это институт брака разрушился. Короче, девочки, у вас хороший шанс жениться. Да, то есть здесь, короче, 10 из 10, вам главное в воронку попасть, вот, главное в воронку, потому что, понимаешь, конверсия очень маленькая. Конверсия маленькая, да. Так, давай, здесь быстренькие вопросы с такими, можно коротко, можно не коротко, как хочешь. Что купил на свой первый гонорар? С первого заработка на Флайберт, когда подметал. Как ты учился в школе? Сначала был троечником, а когда надо было поступать, уже под конец взял репетиторов, готовился и ЕГЭ сдал литературу на 62, русский на 78, то есть нормально, прям подкачался. У тебя кличка Болт, это правда? Да. У меня даже был бренд Болт, я потом перестал это делать, и люди, которые бы узнали историю создания, не носили бы мои вещи потом, я думаю. Как она по его зарасскажи? Ну как ты думаешь вообще? Я не знаю. Ну, но эта история как бы такая, цензура, короче. Просто Болт. Просто Болт. Да, это знаете, как ответить без ответа. Ты любишь читать? Да. Какие книги прочитал последние три? Айн Рэд, Атланта расправил плечи, Вижу тебя насквозь, это Спирица про профайлинг и Шантарам. Сколько тебе надо денег, чтобы вообще ничего не делать? Я сейчас ничего не делаю. Проблема в том, что мне, как я уже сказал, на самого себя плевать, поэтому у меня минимум, у меня запросы маленькие, но возможно, когда появится семья, мне надо будет нормально баблище. Ну, лямчик в месяц надо будет. Да. А почему тебе плевать на самого себя? Просто отношение такое. Самый счастливый момент в жизни? Наверное, когда мы были на Шри-Ланке вместе с моим другом, потому что у нас с детства была мечта, что мы окажемся на берегу моря, типа, и будем там двоечка, и вот мы, когда поехали на Шри-Ланку, эта мечта сбылась. В тот момент я ощущал прилив какой-то энергии. Что такое дружба для тебя? Друг – это душа, поделенная на двоих, поэтому для меня дружба – это как просто мой родной человек еще один. Это все. А какой самый сложный момент в жизни? Ну, вот когда я отказывался от проектов и не было денег и поехал в Томск и вообще был просто в депрессухе и потерян, не знал, что делать по жизни. Чем ты будешь заниматься на пенсии? Путешествовать, сидеть у камина с детьми и по соседству будет дом, где будет жить мой друг. Вот мы будем жарить шашлыки семьями. Главный урок, который ты усвоил в своей жизни 25 лет? Что никогда не надо идти по пути наименьшего сопротивления и любое кратковременное удовольствие приводит к длительному страданию? Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Что ты бы никогда не попробовал? Наркотики я никогда не попробовал бы. Если бы ты имел в руках машину времени, как в Чернобыле, на какой момент в своей жизни ты бы вернулся? На момент брака, наверное, исправил бы какие-то ошибки, завел бы семью, наверное, и у меня были бы дети уже. Вот что бы я сделал. Я в свое время это пропустил, и в итоге до сих пор без детей, без семьи и так далее. Что ты должен сделать в жизни, чтобы когда ты умирал, сам себе сказал, что ты прожил ее не зря? Я должен на протяжении этой жизни бороться со своими какими-то страстями. У меня должна быть семья, дети. Если у моих близких будет устроена жизнь должным образом, и они не будут ни в чем нуждаться, я им помогу, и своей жене, и своим детям, и своим близким, и своему другу, тогда я могу сказать, что Сережа молодец. Сережа, молодец! Субтитры сделал DimaTorzok